Куншуах Каждый год 7 апреля отмечается как Международный день здоровья. Этот день создан для того, чтобы регулярно напоминать общественности о важности поддерживать здоровый образ жизни и вести активную жизнедеятельность. Ведь в медицине известно более 50 тысяч разных заболеваний, и большинство из них успешно подаются лечению. Как известно, всему миру предотвращать развитие болезни куда проще, чем лечить их. И вот в преддверии Всемирного дня здоровья мы пригласили медицинских работников в студию. Я с большим удовольствием хочу представить вас нашим телезрителям. Макеева Людмила, медсестра городской поликлиники номер 2, Самал Насырова, врач кабинета ЗОЖ городской поликлиники номер 5 и Султашев Куаныш, врач общей практики. Я рада вас приветствовать сегодня у нас в передаче. Ну и, соответственно, хотелось бы вначале задать вопрос, что собой представляет этот день, который мы отмечаем уже с давних пор, Всемирный день здоровья. Ну и в рамках этого дня какие будут проводиться мероприятия в ваших поликлиниках. Всемирный день здоровья отмечается ежегодно, начиная с 1950 года. Здоровье – это состояние полного физического, психического состояния. Возьмите микрофон. Давайте вы продолжите тогда сама. День здоровья на ежегодной основе тоже проводится нашей городской поликлиникой. Тоже не обошло стороной данное мероприятие. Каждый год мы проводим спортивные мероприятия среди школьников, которые находятся на территории нашей городской поликлиники. В основном наши школьники проходят такие мероприятия, спортивные, такие как Аркантарту, Асагату, Веселый старт. Мероприятия каждый год проходят весело, дружно, с вручением грамот, подарков. То есть школьникам очень нравится проводить данное мероприятие. И помимо тех мероприятий, которые проводятся, спортивных мероприятий, есть еще мы измеряем артериальное давление. То есть смотрим индекс Кетли, то есть рассчитываем, выявляем ожирение на местах среди школьников. Раздача информационно-разъяснительного материала. Вот такие вот мероприятия. И каждый год они проходят. Иногда бывает, что на территории Дворца культуры, который у нас от Амикен, на площади бывает. Или на территории нашей городской поликлиники мы проводим. Спасибо. Людмила Николаевна, можете продолжить, извиняемся. Я хочу сказать, что Всемирный Дню Здоровья посвящается вообще по всей стране. Проводится обязательно во всех медицинских учреждениях. Проводятся Дни Открытых Дверей. Это всегда бывает, это всегда, как был введен впервые этот день. В плане Всемирного Дня Здоровья, вот именно День Открытых Дверей, тут городки здоровья располагаются, где могут посетители подойти, измерить артериальное давление, узнать свой рост, вес, внутриглазное давление. Наша поликлиника такой день уже провела, вчера. Сегодня мы провели перед торговым домом «Мечта» в выездной городок здоровья. Тоже так же мы там провели, все измеряли, раздавали брошюры, буклеты, листовки, именно направленные на правильное питание, правильную физическую активность, что все это посвящено было Всемирному Дню Здоровья. Вообще этот день, он необходим, и не только необходим, просто это радость всего населения, многие ждут этот день. Во всем городе, перед торговыми центрами играет музыка, проводят вот эти вот уголки здоровья стоят, я уверена, что все поликлиники так проводят. И население с радостью идет, не только городское население, но и приезжая часть, которые посещают торговые дома, очень остаются довольными этим днем. Спасибо. Куаныш, ну вот вы как врач общей практики, скажите, пожалуйста, что вкладываете в понятие здоровья, и как вы считаете, стали ли люди более бережно относиться к своему здоровью, к симптомам заболеваний, которые у них возникают? Какая вот работа у вас ведется в этом направлении? Наша работа ведется на участках воп-врачей. Основная работа – это планирование и профилактика заболеваний. В данный момент отмечается, конечно же, улучшение качества жизни у пациентов. На профилактические беседы они реагируют, они понимают, но остается детальная вещь, которая… Неправильный образ жизни у пациентов наблюдается. Из-за этого происходят различные заболевания, которые можно контролировать в образе жизни пациента, но, к сожалению, этого не происходит. В данный момент пациентам, которые сострадают, например, на диспансерном учете наблюдаются, мы рекомендуем всяческие лекарства, которые нужно принимать вовремя. Время все прописываем, диету, которую объясняем, где нужно ограничивать некоторые виды пищевых добавок. Но, к сожалению, из-за того, что коммерческая часть развития идет хорошая, из-за этого фастфуды, различные блюда, которые не соответствуют нашему менталитету и нашему региону, все равно употребляются. Из-за этого происходят различные реакции организма и дополнительные симптомы. Как особенность, у каждого пациента есть вариация развития заболеваний, из-за этого мы выводим новые случаи заболеваний, где не действуют препараты, например, не купируются, либо происходит устойчивость к различным препаратам, например. А также у нас проблематично бывают такие вопросы, то, что пациенты самолечением занимаются, фильтрование информации через интернет, к сожалению, не происходит. Из-за этого пациенты самолечением занимаются, и после этого только когда осложнение возникает, только обращаются к медицинской помощи. Остальные аспекты в данное время налаживаются. Мы работаем над этим. Несмотря на проводимую информационную работу, она у вас ведется активно во всех поликлиниках по скринингам именно среди населения, но еще граждане не понимают достаточно о важности прохождения скринингов, и многие игнорируют профилактические осмотры и ссылаются на нехватку времени. Хотя всем известно, что своевременный скрининг он поможет выявить и предотвратить именно любое заболевание на ранней стадии. Хотела бы, чтобы вы еще раз напомнили о важности прохождения скринингов нашим телезрителям, чтобы они осознали, насколько это важно. Это очень хорошо, что именно ввелся скрининг. Это потому что раннее выявление заболеваний на ранней самой стадии. Это такие серьезные заболевания, как артериальная гипертония выявляется, сахарный диабет. Вот у нас, например, за три месяца, вот с января по март месяц, по поликлинике номер два, выявлено вновь взятые на учет с впервые выявленным сахарным диабетом 45 человек. Это люди, которые не знали, что у них повышенный сахар. И только пройдя скрининг, они узнали. 125 человек мы взяли на учет с артериальной гипертонией. Тоже впервые выявлены, люди даже не подозревали. Но глукома, три случая было выявлено. Но это не самое страшное. Еще выявляются онкологические заболевания на ранней стадии. Вот это тут, конечно, играет большую роль. Именно пройти скрининг. Почему? Потому что, когда проходит скрининг, идет очень быстро, пациент может очень быстро, стремительно, вот такой первый этап, второй этап, третий этап. Если есть выявленное заболевание, он может очень быстро в порядке скрининга, ему зеленый калидор, моментально. Если выявлено подозрение, вот, например, у нас по колоректальному раку было выявлено 8 полипов в толстой прямой кишке, который полип может перерасти уже в онкологию. И два случая онкологии. По раку молочной железы был случай. И два случая шейки матки. Уже подтвержденные за три месяца. Поэтому на ранней стадии это очень нужно выявлять. Для этого и скрининг существует. Поликлиника с 8 до 8 вечера. Все, кто работает, тоже могут прийти. Пожалуйста, уважаемые телезрители, пожалуйста, не ссылайтесь на то, что вам не хватает времени. Поликлиники в субботу работают. Мы работаем с 9 до часу каждую субботу. Скрининг, маммография. Могут они пройти маммографию женщины. Кабинет шейки матки могут посмотреть. Лабораторий тут же работает. Можно принести кал на скрытую кровь, и эта лаборантка посмотрит. Поэтому это нужно для населения обязательно проходить скрининг. На то, чтобы на ранней стадии выявить заболевание и вовремя вылечить это заболевание, чтобы оно не переношло в более сложную форму. Потому что даже колоректальный рак на первой, второй, третьей степени вообще люди не знают, что они болеют. Они спокойно ходят, кушают, не худеют. И только четвертая и пятая степень резко человек начинает худеть, начинает чувствовать какие-то симптомы, вялость, слабость. И у него оказывается уже четвертая и пятая степень. И именно только скрининг на ранние выявления может дать такие хорошие результаты. Спасибо. Здесь хочется добавить, да, по поводу прохождения скрининга. В Трудовой кодекс были введены изменения для населения, чтобы могли получить социальный отпуск. То есть трехдневный социальный отпуск предоставляется пациенту, чтобы он мог спокойно пройти все вот эти кабинеты, доврачебный кабинет, женский и мужской смотровые кабинеты, мамографию и так далее. То есть условия создаются не только по времени, то, что они с 8 до 8, две смены работают. Еще в субботу до обеда работают, еще плюс социальный отпуск в три дня. То есть работодатели обязаны отпускать своих работников на прохождение скрининга. Довожу до сведения населения. Спасибо. Ну и стоит еще упомянуть о том, что сердечно-сосудистые заболевания тоже находятся на первом месте среди основных причин смертности в нашей стране. Самала, расскажите, пожалуйста, какие сердечно-сосудистые заболевания чаще всего встречаются, кто в группе риска, ну и, конечно, именно о профилактике, мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, как вы и сказали, сердечно-сосудистые заболевания у нас входит первую тройку среди причин смертности среди населения, которые, в свою очередь, приводят к смерти, к инвалидизации населения. Здесь чаще всего население страдает атеросклерозом. Атеросклероз у нас возникает вот именно такое состояние, это когда вот в сосудах, начиная внутри сосуда, откладываются холестериновые бляшки или атеросклеротические бляшки, называется. И, в свою очередь, которые приводят к инсульту, к инфаркту, то есть гангрене, если полный закупорка сосудов идет, которая идет в осложнение, допустим, инвалидность, смерть либо ампутация конечностей. Что хотелось бы отметить, данное заболевание у нас начинается с подросткового возраста. Почему я особое внимание уделяю атеросклерозу? Так как начинается именно с подросткового возраста. То есть не так, что вот 50 стукнуло, и все, вот у нас инсульт и инфаркт, здравствуйте, да? А именно, что с 12 лет у нас начинается, и на протяжении всей жизни начинают откладываться вот эти бляшки. То есть у тех людей, фактор риска, у тех людей, у кого малоподвижный образ жизни, те, которые неправильно питаются, то есть преобладает более жирная еда, жареная еда, то есть у кого такие предпочтения. Ну, хочется добавить, что в принципе у нас в странах СНГ у многих питание такое, вот мы любим жирное мясо, то есть мучное, то есть больше налегаем. У нас в культуре это редко у кого-то кто-то там на морскую рыбу там налегает, или оливковое масло в рационе каждый день употребляет, или там томаты, чтобы прям постоянно употребляли, помидоры, которые нам дают профилактику именно вот этих сердечно-сосудистых заболеваний. И для этого вот у нас кабинет есть в поликлинике, кабинет здорового образа жизни, где мы акцентируем внимание вот именно на питание, и вот зачем вот нужно вообще проходить вот эти скрининги, и когда вот они проходят скрининги с высоким холестерином, и не понимают, что такое холестерин, к чему он приводит, и вот все разъяснения на эту тему мы даем в полном объеме. То есть у нас есть материал обзорный, то есть картинки, да, с атеросклерозом, чтобы было понимание, что это такое. То есть некоторые, кто уже население постарше, у них понимание есть, они уже понимают, а кто помладше, и поскольку им еще жить-дожить, и чтобы вот эту болячку себе не заработать, я им объясняю, что нужно, уже сейчас важно, именно если дети дома есть, спрашиваю, иди Балашаха Барма, говорю, да, вот и им важно, говорю, профилактироваться, и нам, потому что, почему я детей затрагиваю, у нас сейчас культ еды начинается, то есть это у нас с запада идет, да, если там вот у них страдают ожирением и дети, и взрослое, то есть население, и у нас тоже идет, то есть из каждого утюга вот эта реклама идет, там донеры всякие, там и гамбургеры, и все различные виды, то есть нас завлекают, завлекают, и, естественно, у детей больше подвержены вот этому неправильному питанию, то есть вот это фри, да, жареное, вот это все, то есть наша задача объяснять, что если будут часто употреблять жирную еду, то возможно вот привести к этим плачевным состояниям, вот, и поэтому у нас в кабинете не только вот по атеросклерозу, объясняем, плюс еще ожирение, то есть с ожирением тоже мы работаем, объясняем, потому что все чаще и чаще выявляется ожирение, именно объясняя, что малоподвижный образ жизни, вот то, что сейчас многие в офисах работают, на автобусах передвигаются, кто на такси, кто свои машины есть, то есть, и часто бывает возражение, вот, казак пызло, мы всю жизнь наши предки мясо ели, то есть в ответ, когда я говорю, жирное не кушать, что нам вообще ничего не кушать, я им объясняю, что мясо должно быть нежирное, то есть фарш нежирное, старайтесь все жареное, вот это вот все контролировать, с видимым количеством вот этого жира, где вот колбасы, сосиски, вот это все, как бы ограничивать все, и объясняю, что в то время, когда у нас, наши предки, да, у них машин не было, самолетов не было, поездов не было, они все пешком, своими ногами, вот они, более была, высокая физическая активность была, нежели сейчас, вот, и вследствие этого, мы вот видим, что у нас есть вот инсульты, инфаркты, то есть приводит к инсультам, к инфарктам, гангрены, вот это все, из-за малоподвижности, да, из-за малоподвижного образа жизни, да, вот, то есть, в конце я, естественно, спрашиваю, вот вы как вот собираетесь, вот я вам все объяснила, мы будем менять образ жизни, но, к сожалению, иногда бывает ответ, казах, пскок, халай, вот мы, как без тоев, без вот, пятниц, суббот, у них, то есть у нас такой менталитет, то есть, постоянно в гости ходим, нас соблазняет, то тортами, то пирожные, то бешпармах, вот это все, и я имею в виду, что у нас жирное питание, вот, и нам желательно ограничивать вот это, вот, не делать культ еды, не переедать, и советую пациентам всегда, то есть, пятиразовое дробное питание, то есть, не спеша потреблять пищу, стараться все готовить на пару, в духовке, тушить, то есть, наша жизнь зависит от нас, то есть, от образа жизни, в основном, у нас все болячки, заболевания, да, бывает от того, что образ жизни неправильный, то есть, и малоподвижный образ жизни, то есть, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, вот, две причины, ну, плюс стресса, конечно, от этого, плюс еще, к факторам низка мы отнесем, это курение, алкоголь, да, вредный питание, плюс это стрессы, конечно. Куанша, чтобы вы могли тоже дополнить об основных правилах здорового питания, ну, вот вы сказали, что нужно питаться, как говорится, ни для кого не секрет, мы то, что едим, мы есть то, что едим, да, но ведь экологически чистые продукты, они на порядок дороже, да, вот как правильно питаться, кто вынужден экономить на еде. в клинической практике, вот, каждый день, когда ведешь прием, разговариваешь с родителями, в основном с детей, начнем, то, что родители привыкли, например, утром не кушать, многие родители, сейчас молодежь, так выросла, не завтракают никак, они не думают о детей, я хотел бы рекомендовать телезрителям, то, что ребенок должен с утра завтракать, у него должен быть режим питания, он должен кушать вовремя, у него должен быть второй завтрак, который он забирает в школу, в садик, у него обед должен быть полноценным, рацион, я не говорю, что он дорогой, есть просто дорогие продукты, компании, которые выпускают, но есть и аналоги, которые не такие дорогие, но они соблюдаются мерами производства натуральных продуктов. Также хочется отметить, что у нас климат позволяет, многие старенькие банки закрывают, например, овощи оставляют, например, на зиму, и многие практикуют это, я думаю, то, что в данный момент проблема, основная проблема нашего загруженности, вот заболеваемости пациентов, и медицины, это из-за того, что образ жизни очень неправильного населения, из-за того, что сейчас вели многие профессии, нормативы, гибкий график, и люди ссылаются на время, не думают о здоровье, и когда приходят в поликлинику, они думают, то, что врачи обязаны, как сказать, отвечать за их здоровье, но, увы, к сожалению, здоровье, все-таки соотношение здоровья, то, что вы, если не будете соблюдать режим, мы можем только вам рекомендовать и помочь лечению, остальное зависит от вас. также хотелось бы отметить то, что вот, например, сидячо-сосудистые заболевания, то, что в данный момент первое место по инвидиализации занимает инсульт головного мозга, он и МК называется, по клинической практике, то, что люди не соблюдают свое артериальное давление, казах, тогда казаки, как говорят, давление есть, давление, у меня давление, они относятся к этому спокойно, и, как будто это должно быть, у всех есть должно быть, такого не должно быть, и у многих есть понятие того, что рабочее давление, 160, 180, это я рабочее давление, я с этим хожу, грубо говоря, сосуд же не вечный, сосуд может лопнуть в любое время, ишемический инсульт, геморрагический инсульт, когда кровоизлияние в головной мозг возникнуть могут, и люди не понимают важность, например, мы диспансерное наблюдение, выдаем лекарства, они хранят их в полках, у меня ничего не болит, у меня голова не болит, у меня все хорошо, я не хочу принимать эти лекарства, я не обращаюсь на тот момент, например, вызываем на прием, у меня ничего не болит, я не хочу идти на прием, каждые 3 месяца они должны наблюдаться, и они приходят через голод, через 2 года, и у них артериальное давление уже 220, 230, они не замечают этого, и происходит тот факт того, что в любом эмоциональном стрессе физическая нагрузка вызывает резкий экстренное состояние, либо инфаркт мозга, либо инфаркт сердечно-сосудистой системы, инфаркт миокарда происходит, и чаще всего это наблюдается у населения, у телезрителей, мы как бы не объясняли, но отношение к своему здоровью у людей должно улучшиться, то, что здоровье, в первую очередь, он нужен им, не нам, не врачам он нужен, а им самим, каждому человеку свое здоровье должно быть дороже всего, времени, здоровье, времени, богатства, работы, всего должно быть, вы превыше всего, я так считаю. Спасибо. Можно я еще добавлю, я хочу добавить еще, каегам, по поводу вот именно правильного питания, мы никогда это, как сказать, не сможем запретить людям, чтобы они не кушали мясо, это уже привычный образ жизни, да, но просто мы должны говорить им, что вместе с мясом, пожалуйста, клетчатку, употребляйте клетчатку, когда человек употребляет мясо и вместе с клетчаткой, это листья, салат, это те же самые овощи, мясо переваривается лучше и усваивается лучше, не будет просто откладываться, вот это будет полезно, просто надо правильно так располагать, не только там зависит от жирности этого мяса, а зависит от того, с чем вы его сочетаете, правильно питаться, и еще по поводу артериальной гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, и вообще всему населению, надо, я хочу вообще даже сказать, всему населению, пожалуйста, ограничьте употребление соли, потому что именно соль провоцирует заболевание сердечно-сосудистой системы, потому что соль, у нее такой, она задерживает жидкость, если человек, все у нас уже посолено, и в печенье соль есть, и в хлебе есть соль, и в сыре, еще человек ложит соли, да, вот когда готовят пищу, и получается избыток соли приводит вот именно к заболеваниям артериальной гипертонии, там и сердечно-сосудистой системе, поэтому, пожалуйста, ограничиваете соль, и это даже может, даже бессолевая диета, люди есть, которые ограничивают, и за эти несколько дней, они приходят и теряют вес, и потому что очень много жидкости было, эта жидкость сошла, отеков нет, и уже сердце лучше работает, и заболевание, как сказать, уходит на второй план, поэтому это будет ко всем, такое вот именно дополнение, и еще сахар, соль, сахар, самое вредное считается, это яд, да, это яд, когда человек пьет напиток газирован, он не задумывается о том, что в одном стакане напитка, 10 кусочков сахара, вот, поэтому некоторые вот думают, я сахар вообще, я только вот напитки употребляю, но это вредно, сахар вредно, пожалуйста, употребляйте вместо сахара, сухофрукты, изюм, курягу, с чем вы можете, допустим, подсластить свой чай, но сахар старайтесь убирать. Спасибо, Людмила Николаевна, я напоминаю, дорогие друзья, средства связи, 28 58 69, номер прямого эфира, и номер ватсап, 8 700 028 58 69. Мы продолжаем нашу передачу Куншуах в прямом эфире, у нас остается буквально 8 минут до окончания передачи, поэтому если у вас есть какие-то интересующие вопросы к нашим гостям, вы можете задать их, дозвонившись по номеру 28 58 69 или написать на номер ватсап 8 700 028 58 69. Сегодня наш эфир посвящен к всемирному дню здоровья, который мы будем отмечать уже в эти выходные, 7 апреля. Еще раз хочется напомнить нашим зрителям, чтобы они берегли свое здоровье и проходили вовремя, да, все скрининги, потому что здоровье не купишь ни за какие деньги, это главное наше богатство. Ну и, конечно, хотелось бы еще, дорогие гости, сказать о том, что обычно говорят, да, есть такое утверждение, что все болезни от нервов и стрессов, это на самом деле так, вот, очень часто мы сталкиваемся с тем, что нас переполняют эмоции и как результат не дают реагировать на последующие ситуации без последствий в нашей жизни. И обычно нам советуют, да, наши родные и близкие, в этот момент нам советуют, что не берите близко голову, не принимайте, вернее, близко к сердцу. И можно ли отнести к факторам риска стресс? Как научиться не воспринимать все близко к сердцу и не реагировать, да, на ситуацию? Потому что сейчас у нас жизнь, да, такая без стрессов никак. Вы уже, наверное, в своей деятельности стали психологами, да, так как работаете с большим количеством людей, к вам приходит очень много, да, пациентов, кажутся свои проблемы, жалобы. Что касательно стресса, с медицинской точки зрения, стресс, что он вызывает в организме у человека? То есть появляются гормоны стресса, это в крови, это адреналин, кортизол, которые, в свою очередь, способствуют поднятию артериального давления. То есть человек, если и так состоит на учете с артериальным давлением, то есть он еще больше повышает себе давление. И чаще всего таким пациентам, я советую много не нервничать, как сказать, не реагировать на все подряд, как-то абстрагироваться от данной ситуации. Хотя многие признают, что это сложно им дается, что нет-нет, какой-то стресс-то случается. Ну, то есть жить более спокойно. То есть не всегда бывает, что вот на улице просто внешние факторы, кто-то вот что-то сказал, там пробурчал, не на все подряд можно реагировать. То есть как-то мимо пройти и себе дороже, как говорится. Это вот первый фактор. И второй, вот здесь вот немножко вопрос затрону. Вот насчет питания говорили, что надо побольше клетчатки употреблять. Вот хочется насчет овощей сказать, что вот пациента, что население больше употребляло овощей и фруктов. То есть суточная норма 400-500 грамм овощей и фруктов. Для чего? Так как у нас вот питание вот более такое, вот, как сказать, жирное, да, пектин, пищевые волокна нам помогают, вот они впитывают жиры и выводят из организма. Вот эти моменты. То есть поэтому и предлагается 400-500 грамм овощей. Помимо этого, то, что вот стрессы, то, что жирное и плюс физическая активность. Я советую всегда 10 тысяч шагов. То есть правильно говорите, что мы уже много, население это уже годами, можно сказать, веками. У нас уже в крови это мясо, то есть периодически. То есть от этого нам никуда не деться, куда не пойди, у нас всегда на столе будет у нас жирное мясо. Поэтому это 10 тысяч шагов я предлагаю нашим пациентам, чтобы они ходили, то есть после работы, может, пораньше с остановки выйдут, может, на это время выделят с семьей, прогулки совершали. Вот, это важно. Так как надо утилизировать вот этот жир, который мы потребляем постоянно, а у нас он распадается, жир на воду и на углекислый газ. То есть человек должен пропотеть. То есть это с потом уходит, и мы выдыхаем углекислый газ. Вот таким образом происходит... Ну и ходьба поднимает настроение. Настроение, да. Стресс способствует, наверное, бегом от стресса. Называется даже есть такой... Лучше лекарства. Да, да. Бегом от стресса. От стресса физическая активность. Да, да. Спорт. И получается, профилактика стресса у каждого своя. Кто-то любит почитать, кто-то помедитировать, кто-то там... Получается, это и смех. Тоже туда, может, любимые передачи посмотреть, я говорю... Куншуах, например. Куншуах, да. У кого-то там Галкин, у кого-то Турсубек Хабатов говорю, и они начинают смеяться, наш пациент. Я говорю, то есть посмотрите вот такие положительные передачи, потому что, извиняя, информации очень много негативно. Но ни в коем случае не надо снимать стресс, как некоторые это делают. Алкоголем, да. Или другими, да? Чаще встречаться с друзьями. Прогулки на свежем воздухе. У кого-то это спорт, у кого-то рыбалка, у кого-то охота. То есть находить... самую отдушину, где они могли бы расслабиться, отойти от суеты каждодневно-городской. То есть тоже со стрессом тоже надо уметь работать и тоже профилактировать. То есть всегда, чтобы состояние психологическое было в норме и поддерживать его периодически. Такие вот рекомендации. Правильно, да. Все правильно. Бегом от стресса, как мы говорим, да? Бегом больше. Да, и я всегда пациентам говорю, вот многие начинают говорить, вот медицина такая-сякая. То есть даже это министр в свое время говорил, бывший министр, что 10% только от медицины что-либо зависит ваше здоровье. То есть те же скрининги профилактические, о которых мы постоянно говорим, потому что на ранней стадии очень важно выявить заболевания онкологические и другие, да? Также 10% – это наследственные заболевания. То есть то, что от этого мы никуда не денемся. 20% – это экология, окружающая среда тоже желает лучшего. И 60% – если мы не пьем, не употребляем алкоголь, я имею в виду, не курим, не принимаем наркотики, профилактику стрессов ведем, то есть правильно питаемся, физическая активность постоянная и другие моменты. То есть если это все человек соблюдает, то есть вероятность все-таки большая часть процентов, что сохранить здоровье. То есть более активный образ жизни вести. Какие у вас еще будут советы и рекомендации по укреплению здоровья нашим телезрителям? Хотел бы добавить насчет стресса. Пациентам я рекомендую всегда так. Если у вас есть проблема, если она решается, это уже не проблема. Ищите повод для решения. Это уже движение, и дальше стресс само собой пропадет. Если проблема не решается, принимайте, как им есть, и принятие стадии нужно проводить. Все. Остальное стрессы, которые возникают во время стрессов, я рекомендую, если злость, тревожность, например, если тревожность, холодную душу искупаться. Если депрессивное состояние, горячую душу искупаться можно. И такие физические методы, которые вырабатываются, до гормона в организме, они помогают избегать стресса. Стрессы в ситуации. Также у нас на участках работают психологи, которые ведут беседу, которым уже не помогает наша рекомендация. Мы видим, направляем психологов на дом, они обслуживают на дому, проводят беседу и решают вашу проблему, максимальную, которая возможна. Также хотелось бы отметить, что физическая активность, по утрам бегать никто не запрещает. В парке есть, бегайте побольше. Ну, хотя бы ходить, да, если... Хотя бы ходить. Самое бесплатное. Самое бесплатное. И доступное для всех, для всего населения. Это ходьба. Прямо самое доступное. Тем более сейчас погода у нас теплая. Весенние. Весенние. Хочется еще добавить, тем не менее, хоть и мы говорим, что малоподвижный образ жизни, все-таки радует, что молодежь все-таки приобщается к правильному образу жизни. Правильное питание, спортом интересуется. Все-таки все чаще и чаще у нас возникают фитнес-залы, допустим, да, всякие групповые занятия, и всегда они полные, всегда там именно молодежь и от 30 до 40 лет, то есть активно участвует тоже, начинается приобщаться вот более так к спорту, имею в виду. Есть положительная какая-то тенденция, если сравнивать время до, допустим, да, раньше было не настолько все популяризировано. Спорт сейчас популяризируется, и это тоже радует. Вот, вот, заниматься спортом. Движение – это жизнь, вода – это жизнь, тоже воду пить, здоровое питание, здоровое питание, вот это все. Все в купе. Людмила Николаевна, какие у вас пожелания? Да, пожелания. У нас остается 3 минуты. Вы должны взять это правило и последовать этому правилу, обязательно заниматься спортом, как вот коллеги говорят, значит, побольше воды пить, побольше фруктов, овощей, поменьше стрессов в вашей жизни, и знайте, что ваше здоровье зависит только от вас самих. Если вы сами захочете быть здоровым, вы будете здоровым. Поэтому вовремя приходите, проверяйтесь, обследуйтесь, профилактики заболеваний, и все будет хорошо. Желаю всем здоровья, телезрителям. Приходите, проходите скриник во все поликлиники, и будете здоровыми, если вы вовремя обратитесь в медицинские учреждения. Всем всего хорошего. В здоровом теле здоровый дух. Да, в здоровом теле здоровый дух. Вот такие вот несложные рекомендации, но сложно немножко делать, поэтому нужно проявлять силу воли и постоянство в данном вопросе здоровья, это постоянный труд, то есть это не какие-то временные акции, то есть месяц на похудение и обратный образ жизни, прежний какой ввели. И чаще всего вот я предлагаю все-таки это спорт самый дешевый, это физическая активность и вот правильное питание, решение вопросов здоровья помогает хорошо. И ваши пожелания? Поменьше гаджетов и побольше спорта, все, больше ничего. Ну и выражать свою благодарность вам наша телезрительница Майора, спасибо за советы городской поликлиники номер 5, хорошо объясняет всегда о здоровом образе жизни и помогает нам всегда в решении всех проблем, связанных со здоровьем. Ну а мне хочется пожелать, чтобы у вас было больше таких благодарных пациентов, чтобы благодарность каждого пациента приносила вам только радость и удовлетворение от своей работы. Ну и, конечно, берегите себя, также крепкого вам здоровья, ну и успехов в вашем нелёгком. Спасибо вам тоже, спасибо. Спасибо вам тоже. Спасибо.